В России термин «жандармерия» впервые упоминается в 1792 году, когда в составе Гатчинских войск цесаревича Павла Петровича была учреждена конная команда, называвшаяся то Киросирским, то жандармским полком. По воцарении императора Павла I команда это вошла в состав лейбгвардии конного полка. Затем слово «жандармерия» не употреблялось в России до 1815 года. В 1815 году Борис Оглебский «Драгунский полк» был переименован в «жандармский» и распределен по армии для наблюдения за порядком в частях, тылах, на марше и походе. В конечном итоге к началу ХХВ было развернуто шесть полевых жандармских эскадронов, которые некоторое время именовались полевыми жандармскими командами. В 1817 году учреждены были жандармы внутренней стражи, образовавшие в столицах жандармские дивизионы, а в уездных городах жандармские команды. В конце 1815 года был сформирован на правах старой гвардии жандармский лейбгвардии полуэскадрон. Позднее, в 1876 году этот полуэскадрон был преобразован в лейбгвардии полевой жандармский эскадрон, который просуществовал до свержения монархии. Отдельный корпус жандармов. В 1827 году был образован особый корпус жандармов и первым шефом его назначен графа Х. Бенкендорф, который годом раньше был определен главным начальником трехотделения собственно его императорского величества канцелярии. Корпус жандармов стал исполнительным органом трехотделения. Вся Россия была разделена сначала на пять, а впоследствии на восемь жандармских округов, в свою очередь разделявшихся на отделения. Во главе каждого округа стоял генерал, подчиненный непосредственно шефу жандармов. В каждую губернию назначался штаб-офицер, подчиненный своему окружному генералу. Эта местная организация изменена положением 1867 года. Большинство округов упразднено, а губернские штаб-офицеры переименованы в начальников губернских жандармских управлений. В 1880 году, при упразднении трехотделения заведований корпусом жандармов поручено министру внутренних дел на правах шефа жандармов. Однако в военном отношении корпус жандармов по-прежнему оставался в подчинении у военного министра.